Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Роман Халиман. От всей души хочу поздравить население России, да и Украины, из тех, кто понимает, кто не сдался, с годовщиной возвращения Крыма в родную гавань, как назвал наш президент. Ну а я считаю, что это было просто воссоединение с остальной, большей частью России. С Крымом мы едины и непобедимы! Я считаю, что Российская Федерация современная – это лишь часть большой России, настоящей России, которая когда-то называлась Российской империей, а потом Советский Союз, когда она достигла наивысшего влияния и размера в мире. Так вот, по поводу воссоединения Крыма, помимо радостных новостей, есть и новости, которые заставляют задуматься. Вспоминаем Великую Отечественную войну. Наша страна тогда была в союзнических отношениях с американцами, с нашими закокеанскими партнерами. Так вот, эти партнеры поставляли нам тушенку и многие другие вещи, которые позволяли воевать. Помимо этого, поставляли много автомобильной техники, танки и самолеты. Один из наших величайших асов воевал именно на Аэрокопре. Субтитры создавал DimaTorzok Именно на Аэрокопре, которую перегоняли через Якутию из Америки. Я лично видел памятник, который стоит возле Якутского аэропорта. Так вот, поставляли они нам это все далеко не бесплатно. Во-первых, за латишко, а во-вторых, была такая организация Аграджоинт, которой руководили, да и сейчас руководят, может она по-другому сейчас называется, евреи. Так вот, по договору, помимо всего прочего, оплаты за латишком и всем прочим, в Крыму должна была появиться еврейская республика. И документы на сей счет были нашими властями в лице Иосифа Виссарионовича тогда подписаны. Подписаны и никуда не денешься. Товарищу Сталину все-таки предъявили претензии на это. Ну, товарищ Сталин ушел в 1953 году на праздник Пури. Возможно, это тоже связано с Аграджоинт, но не берусь утверждать. Я знаю одно от умных людей, не только из интернета, но и ранее читал много интересных книг, что должна была появиться в Крыму еврейская республика. Я считаю, что именно этим можно объяснить спешность и необъяснимость передачи Крыма из России в Украинскую Советскую Социалистическую Республику. Напоминаю, что в основателях ООН была не одна Россия, но там была и Украинская Республика, Белорусская Республика и Российская Федеративная Республика, советские все. Так вот, передал товарищ Хрущев Крым на Украину, и как бы сами собой вот эти вот все вопросы к Российской Федерации по поводу передачи Крыма, они как бы отпали, потому что как бы там с документами все получилось очень хитро. А теперь Крым вновь, друзья, это радостное событие и для меня, и для всех моих знакомых и друзей, за исключением некоторых человек. Крым стал российским, русским. Так вот, теперь возобновляется и проблемка восстановления вот этих вот всех документиков. Евреи они люди такие, они все помнят. Я считаю, что Советский Союз развалился с массовым отъездом евреев, потому что у них, их с детства учат читать книжки. Если вот меня, допустим, батя мой, когда я читал книжки, он презрительно так, с усмешкой, называл интеллигентом. Да, был такой, ну, интеллигент. Ну, а у евреев это выведено в добродетель. Поэтому Советский Союз тогда остался. Потерял очень много образованных людей, которые за свой счет учил и вот подарил. Что хотелось бы сказать. Начинают уже евреи возвращаться, не в Крым пока, но на территорию будущей новой Хазарии. Будущее новая Хазария намечено как раз там, где сейчас проект Новороссия, Крым и т.д. и т.п. То есть договоры с аграджоинтом возобновлены, все, все вспомнили, документики все подняли. Хорошо ли это или плохо, что там будет новая Хазария? Ну, это я так называю новая Хазария, чтобы тем, кто понимает, было понятно. А на самом деле будет там еврейская республика. Потому что, как говорят очень умные люди, к 22-му году государство Израиль на карте мира просто существовать не будет. Это не я говорю, это говорит очень умный человек. Все, кто понимает, знают, кто такой Киссинджер. Владимир Владимирович Путин его очень уважает. Поэтому я понимаю радость простых людей воссоединения с Крымом. Вернутся сейчас евреи, уже 150 семей вернулось. Это только по моим данным, а однако их гораздо больше уже. Вернутся они все, наверное, советские евреи. Как Советский Союз распался с выездом евреев, так он с приездом евреев и соберется. Поэтому нам, простым людям, которые еще советские, это, конечно, плюс. Это плюс. А вот тем, кто сейчас занимает высокие должности, кто там демократы, либералы и прочее, 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 им, конечно, скорее всего, не поздоровятся в итоге. Поэтому Крым наш, он для нас Крым наш. А для многих руководителей он, конечно, это очень печально все будет. Очень будет всем печально. Потому что вернутся, во-первых, это, прежде всего, советские евреи. Советские евреи, прежде всего, вернутся. Государство Израиль, напоминаю, к 1922 году, по данным Кейсинджера, это не я говорю, это он за что купил, зато продаю, не будет существовать. Возобновится большая Россия в границах Советского Союза. Границы Советского Союза и социалистического лагеря бывшего в точности повторяют границы империи Чингисхана. Забавный факт про империю Чингисхана, что везде, где есть пельмени или хлеб, завернутый в тесто, это значит, там была империя Чингисхана. Где нет таких блюд, значит, там этого не было. Российская Федерация остается самым большим куском Советского Союза. Украина, получив огромное наследство, сейчас его быстренько профукала. Сейчас они немножечко там чудят, но это было уже не раз. Все это тоже закончится, а новая Хазария будет. Как же быть нам, простым людям, как к этому относиться? Радоваться. Радоваться жизни. Чем больше будет нас, тем легче будет нам жить. Возможно, когда-нибудь возобновятся и предприятия. Потому что государство, чтобы могло существовать, оно должно, если что-то выпускает, это же надо куда-то реализовывать. Так как нас сейчас 140 миллионов официально, ну, я с усмешкой это говорю, потому что никаких там 140 миллионов. Зайдите в любую больницу, поинтересуйтесь, и потом сопоставьте эти факты, и вы узнаете, сколько нас на самом деле. Нужно, чтобы государство полноценно могло существовать, минимум 300 миллионов. Поэтому все объединяются, Евросоюз, а нас вот разъединили. Ну, что сделаешь? У нас, у власти тогда стояли предатели. Как бы я ни относился к коммунизму, а КПСС тогда предала Родину, не в полном составе, простые коммунисты были против. А верхушка во главе с Михаилом Сергеевичем Горбачевым и супругой его, Раисой Максимовной, которая купалась в бриллиантах, они предали нашу Родину. Это я вам так вот сообщаю. Теперь у нас, допустим, в нашем маленьком городке следы высокоразвитых цивилизаций раскиданы по городу. Видно, вот островы. Мы, причем, не как на Донбассе пушками, а у нас шимановские сами все разрушили, молоточками люди разрушили. Ладно бы кто-нибудь разбогател. Так ведь никто не разбогател от этого. Просто тупо. Началось, кстати, все с экологов. Год экологии. Эй, нерентабельные грязные предприятия. Зачем воздух коптить? Зачем все позакрываем? Китайцы все сделают, привезут. Вот китайцы все делают и возят. Кстати, китайцы очень внимательно следят за этим проектом новой Хазари. Они в Крым уже хорошо вложились. Это по телевизору у нас молчат. А так вот умные люди говорят, что китайцы хорошо вложились в эти все проекты и держат ухо в остро. Что с Крымом? Есть, конечно, и минусы от присоединения Крыма. Это два минуса. Поклонская. И недавние заявления Аксенова, который позиционировал себя как здравомыслящий человек, а теперь, оказывается, он предлагает нам монархию возобновить. Аксенов. Он-то мнит себя, что он потом от графьев, князей. А на самом деле, каждого, кого не спроси, кто хочет возобновление монархии, они думают, что они будут в графях-князьях. Хрен там. Все графья-князья в Париж свалили, только родственнички тут остались. В итоге, что я хочу сказать. Крым наш. Это, безусловно, классно. Это, безусловно, замечательно. Это, во всяком случае, справедливо. Но, как относиться к тому, что Украина не наша? То есть, радоваться тому, что тебе нарастили волосы, но при этом отняли руку, это просто глупо, товарищи. Это просто глупо. Ты пошел в салон, тебе нарастили волосы, и при этом отрезали руку. Ну, это глупо. Поэтому, радуемся Крыму, ждем восстановления границ Советского Союза, то есть, Большой России, помним все, помним про агроджойнт, помним про заявление Киссинджера. А Киссинджер, это не мальчик, он сказал, как отрезал. К 22-му году не будет Израиля существовать. Не Тадьяху тоже, вот он зачастил прямо в Российскую Федерацию, приезжает. Памятники, все нормально, все стоят. Откровенно говоря, ничего страшного в том, что Еврейская Республика будет в Крыму, я не вижу. Есть у нас Республика Еврейская в Биробиджане. Ну, я вот лично, мне удалось на канале Правда.ру задать вопрос одному из уважаемейших экспертов, Якову Кедми, который много сделал для того, чтобы евреи из Советского Союза уехали. Так Яков Кедми по поводу Биробиджана ответил следующее. Яков, здесь вот человек пишет, умоляю, спросите, что в Израиле говорят про еврейскую автономную область, жутко интересно. У этой области хорошее название, я там бывал в свое время, и я ее видел, это было очень интересно. Кроме названия, нескольких памятников и некоторых людей, которые принадлежат к нашему народу, в этой еврейской автономной области ничего не было. Назовите, с таким же успехом, можно было назвать любое место на Дальнем Востоке, тем же название. Да, это история, были еврейские колхозы, я был в одном из них, я разговаривал с председателем, там, правда, не осталось почти евреев, но не было. То есть, я думаю, что выходцев из Биробиджана намного больше в Израиле. В общем, друзья, нас ждут впереди веселые, интересные времена. Судя по всему, Владимир Владимирович Путин от большой войны на территории России отказывается. Прав я или не прав, покажет время. Язвительные комментарии встречают с улыбкой. Однако, если человеку все-таки есть что сказать, поправить, может быть, в чем-то меня упрекнуть, может быть, я что-то наговариваю лишнего, может, в чем-то не разбираюсь, я с удовольствием выслушаю его мнение, желательно в видеоформате, но, так как не все занимаются этим, можно и написать. С вами был Роман Халиман. Это Амурская область, город Шумановск. Богом хранимая земля. Приезжайте к нам за дальневосточным гектаром. У нас здесь, в принципе, единственное место на земле, где все еще есть чистое соя, рядом граница с Китаем. Да и вообще у нас люди хорошие, и людей очень мало. Презрительно отношусь к тем, кто покидает Амурскую область. Считаю их дезертирами. У меня есть нецензурные слова для вот этих вот гадов, которые сваливают с земли дедов, оставляя ее на поругание. Не на поругание, а чтобы... Ну, чтобы китайцы пришли, а тут три человека живет. Ну, я считаю их мерзавцами. Пускай едут, без них воздух будет чище в Амурской области. У нашей области большое будущее. У нас, те, кто понимает, единственный в России строится новый город. Худо, бедно, но это только начало. Город Циолковский. Это рядом с космодромом Восточный. Роскосмос хочу упрекнуть за то, что они могли сразу строить нормальные стартовые площадки, под космические ракеты будущего. Они построили под космические ракеты прошлого. Ну, у них свои резоны. Не мне, как бы, об этом рассуждать. Но мой взгляд такой. Я тоже не дурак. Если бы мне кто-то в моем детстве сказал, что мы до сих пор в 2017 году не побываем на Марс, я бы пальцем у виска покрутил до лучшего. А вот, видите, как демократы нас ведут. В общем, всего доброго, друзья. Радуемся жизни. Крым наш. Я рад. Вот клянусь. Без всякой иронии. Крым наш. А тем, кто привык грабить свой народ и чудить, прикрываясь демократическими лозунгами, я говорю, что это нам Крым наш, а вам нам Крым. Субтитры сделал DimaTorzok